Фатимы Куэновой Фатимы Куэновой Кадр за кадром перед нами на экране будет раскрываться уникальная, чарующая своим божественным наполнением жизнь изумительно одаренной женщиной с достойной миссией на земле. Жизнь ослепительно яркая, переливающаяся множеством оттенков в благодарных лучах признания и любви всех, кому посчастливилось знать ее. Есть женщины, похожие на солнце. От их присутствия становится теплее. Когда улыбка их лица коснется, мир кажется красивей и добрей. Есть женщины, похожие на ветер. Они изменчивы, легки и веселы. Они, как бабочки, нужны нам на планете, чтобы любоваться ими все могли. Есть женщины, похожие на море. Нельзя измерить глубину их глаз. И в их таинственно манящем взоре сокрыты тайные знамения для нас. Ты все одновременно. Море, ветер, солнце. Где ты, там звезды приближаются к земле. Вот уже прошел год, как с нами нет нашей дорогой, любимой, многоуважаемой мамочки. Нам с Левой очень сильно повезло. В том плане, что мы до недавнего времени имели маму, которая нас все время благословляла, все время заботилась о нас и спрашивала, как вы, куда вы идете, когда вы придете. И нам в этот год очень-очень даже тяжело с Левой было свыкнуться, чтобы нам не надо было бежать к маме и как-то спрашивать у нее все время, как ты поживаешь, что у тебя происходит. И я не могу даже поверить, что уже вот через пару недель будет целый год, как ушла из жизни мамы. Перенесемся в солнечный Узбекистан. Декабрь, 1925 год. В семье Несона и Севье Куэновых, отпраздновав Хануку, готовились к рождению восьмого ребенка. В этом доме рождение детей расценивалось как наивысшее благословение. Долгожданный день настал. 28 декабря семью Куэновых поздравляли с рождением дочери. Севью, взглянув на Белолицую, как Белоснежка-малышку, воскликнула «Назовем ее Панир». В переводе с таджикского «Светло-ликая». Вскоре семья пополнилась еще двумя малышами. Всего детей в семье было десять. Родители, глубоко верующие люди, объясняли детям, сколько чести, ответственности и благородства заложено в носимые ими фамилии Куэновы. Выделяли миссию Куэнов перед человечеством, неспосланное им благословение, обязывающее нести в мир добро и благословлять людей. При том, что все дети росли в одной семье, каждый проявлял индивидуальность. Особенностью смышленой, задорной, солнечной улыбкой Панир было пение. Мама отмечала в дочери вокальный дар и поддерживала ее желание развивать талант, учиться в музыкальном училище. Как приятно было бы и папе Ниссану, отец которого был кантором в синагоге, видеть наследственность его таланта. Но, к великому сожалению, ему не довелось. В период раскулачивания по доносу пришли за Ниссаном. Вскоре пришли за женой севьё. Узнав об аресте жены, Ниссан был готов отдать последнее из сбережений, только уберечь детей от сиротства. Жену отпустили на волю, а Ниссана расстреляли. Оставшись одной с детьми, севьё в отчаянии принимает решение уехать подальше от Самарканда. Семья перебралась в столицу Таджикистана. Яркий, красочный, бойкий город Сталинобад, позднее переименованный в Душанбе, где у детей открылись новые возможности получать образование. Панир, одарённая музыкальным слухом и завораживающим голосом, преображалась в пении, особенно когда исполняла шашмаком. Севьё самозабвенно посвящало себя детям, радовалась, глядя на возмужавших сыновей. Она была в ужасе, когда в 1941-м грянула отечественная война с фашистской Германией. Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. На страну обрушилось горе. Одного за другим провожало севьё своих шестерых сыновей на фронт. Во время войны Панир в составе ансамбля стала выезжать с концертами к фронтовикам для поддержания боевого духа. Популярность её заметно росла. Для севьё был тяжёлый день, когда доставили извещение с фронта о без вести пропавшем сыне военном лётчике Шумиэле. Наконец наступил день долгожданной победы. С фронта один за другим в объятия матери возвращались сыновья. Её сердце металось между радостью и горем. Тоска по Шумиэлю и надежда на встречу с ним не утихали. Севьё держалось, как могла. Старалась радоваться успехам детей. Любовалась, какой обаятельной, рассудительной и скромной девушкой росла Панира. Парни теряли голову. С одним из них, Михаилом, из благородной семьи Ибрагимовых, Панир пошла под хупу. Михаил был родом из Коканда, но жил в Москве и дружил с семьёй Шесты Муладжановой. Однажды приехал с ними в Душанбе, попал на концерт, увидел Панир и уже не мог представить себе жизни без неё. За своих родителей можно говорить день и ночь. Папа у меня был очень уважаемым человеком. У него было два высших образования. Очень был умный, очень начитанный, очень мало говорил, всегда слушал. Приведу пример. Даже здесь, когда мы приехали, они очень мне помогали. У меня Айзик родился через 9-10 лет, разница со старшим сыном. Слава Богу, у него трое детей. Он приходил, они ему пить собрались, брали со школы. И один день он пришёл, говорит, «Вы знаете, я совсем забыл спросить, как на хибру, там, там пишется, что, как». А никто не знал, что мой папа с 5 лет своего отца потерял и в Нюшиве учился, и знал Алабет. И он ему помог. Говорит, всё легко. И он начал ему читать и говорит, пришёл мой сын, говорит, «Вы с Советского Союза приехали? Откуда всё это папа знает?» Мой дедушка. Вот такое было, очень был прилично хороший, очень любил мою маму. Моя мама была вообще очень бесподобна. О нём всегда следила за ним, и всё. Это была вообще несравненная пара. Они очень друг друга любили. Он остался с Панир в Душанбе и перевёз из Коканда своих братьев, сестёр и маму Яэль. Свекровь души не чаяла в ласковой снохе, при любой ситуации принимала её сторону и постоянно благословляла молодых. А когда они переступали порог дома с новорождёнными малышами, Алёшей, Лёвой и Беллочкой жизнь в доме походила на фестиваль песни и пляски. Счастье и радость поселились в доме. Не умолкала музыка, пение, детские голоса, их неугомонный звонкий смех. Время шло. Сыну Алёше исполнилось 28 лет, когда в дом, в истерике, ворвалось горе. Авария прервала жизнь Алёши и отняла покой у всей семьи. Местом постоянного притяжения для Панир стала его могила. Очень тяжёлый год. Потеря нашей любимой мамы. Через 16 лет, вот, как папа умер, мама умерла в таком же возрасте, как и папа. Что ещё характерно, попадает годовщина в первый день Хануки. А во второй день Хануки у меня в 78-й на 79-й год брат разбился в Москве. Такое несчастье. Вот за один день раньше раба и разрешают всё делать. Дети были обеспокоены состоянием матери и обстановкой в стране, поскольку через Душанбе поползли танки в Афганистан. Призывников отправляли на войну. Семья серьёзно стала рассматривать вопрос об эмиграции. Важно было правильно организовать выезд известной на весь Таджикистан певицей. Лишь когда по израильской визе в 1980 году удалось пересечь границу и через Вену и Италию добраться до США, прозвучало сообщение о выезде Фатимы Куэновой за границу. Пережив потерю сына Алексея, голос Фатимы приобрёл новые оттенки тембра. Он не просто звонко лился из груди, а нёс с собой глубину и трогательный трепет материнской души. Незабываемой, неповторимой по тембровой окраске, чистоте и длительности звучания, завораживающий, выразительный, свободный, сильный голос Фатимы возносился к небесам. Эмиграция благополучно осуществилась. Музыкантам-эмигрантам первой волны приходилось закладывать основы, создавать ансамбли. Фатима стала солисткой ансамбля «Шишмаком» под управлением Шумиэля Куинова, представляющего культуру нашего народа в Америке. Дорогой Лёва, дорогая Белочка, примите мои огромные соболезнования в уходе вашей мамой. За многие годы, с 1982 года работая с вашей мамой, заслуженной артисткой Таджикистана Фатимы Куиновой, я очень получал огромное удовольствие на всех фестивалях, на всех фанрейзингах, когда участвовали наши группы для помощи всем нашим бухарским, которые должны были приехать в Америку. Она всегда показывала большой-большой успех, авторитет, и все-все-все уважали её, так и американцы, так и все наши музыканты и наши все бухарские евреи. Она была отличной, как человек, прекрасной женщиной. Она очень много участвовала в общественных делах нашего бухарского народа в Нью-Йорке. И в 92-м году, когда Государственный департамент Америки вручил ей грамоту фольклора, мастеров фольклорного искусства и культурного наследия, я помню, была наша ведущая. Мы все поехали в Вашингтон на церемонию вот этого вручения, этого ей звания, как говорится. Мы были в Капитолии, мы были в Белом доме, где сам лично Буш приветствовал всех и рукопожатим вашей мамы и всех почти наших в группу. Это было очень-очень приятно. И не могу не вспомнить вашего папу. Дай Бог, чтобы ему было, как говорится, в Ганедине. Когда мы ездили в Вашингтон, он нас сопровождал, и он все время нам говорил и давал хорошие советы. Он был мудрейший человек. Никого не могло оставить равнодушным проникновенное исполнение шашмакомов Фатимой. Позже в группу влились знаменитые исполнители Эзро Малаков, Ицхак Катаев, Абухай Аминов и Йосиф Абрамов. Фатима привлекла в концерты и талантливую дочь Изабеллу. Еще бы, конечно, мне хотелось вспомнить, когда мы приехали сюда в 1980 году, почти сразу же я была в Колумбийском университете, меня кто-то спросил, а чем занимается твоя мама? Я сказала, она певица, она поет, в Средней Азии пела и сохраняла, значит, традиции таджикского, узбекского народа. И с человеком, с которым я разговаривала, он оказался, что он интересуется именно шашмакомом и именно вот этой вот музыкой. Через какое-то время сразу стали организовываться фестивали по Нью-Йорку. И на этих фестивалях нас собралось несколько человек. Моя мама Шумель Куэнов был как организатор шашмаком ансамбля, Йосик Абрамов, буквально четыре человека. А я просто объявляла, я просто переводила все песни или с таджикского или с узбекского языка на русский язык, потому что публика была русская, допустим, когда мы были на Братен-Бич. И когда мы выступали перед американцами, я, конечно, все переводила на английский язык. И 12 лет мы путешествовали по Америке, мы, значит, восполняли наш ансамбль другими музыкантами. И моя мама всем говорила «Не переживайте, приходите, мы вам тоже дорогу найдем, мы вам тоже подскажем». И все, все были довольны, у нас ансамбль расширялся, мы ездили, а я продолжала, когда могла, продолжала ездить с ними и переводить. В Таджикистане Фатима была солисткой ансамбля рубабисток при Таджикской государственной филармонии и гостелерадио. В 1955 году она была удостоена почетного звания заслуженной артистки Таджикистана. С ансамблем рубабисток ей довелось гастролировать по всей стране советов, по Европе, Афганистану и Ирану, где она выступала перед самим шахом. Так зачем же человек приходит на этот мир? Он приходит делать добро. Мне кажется, что миссия Мэйс Викрови, с которой я прожила 40 лет, именно состояла в том, чтобы делать добро. Она делала добро в Душамбе и она продолжала делать его здесь. Она помогала абсолютно всем. У нее было несколько семей, которых в течение многих лет она собирала для них деньги, относила им еду на праздники, помогала им с одеждой, помогала с деньгами. Она очень дружила с рабаями нашими, с президентами синагог, всегда обращалась к ним за помощью к этим бедным, нуждающимся людям. Когда мы жили в Душамбе, действительно, двери этого дома никогда не закрывались, и я этому свидетель. Все проблемы, все проблемы людей, которых она знала, которые жили рядом с нами, решались в этом доме. Она знакомила людей, сводила их вместе, она как бы мирила людей. Только у нее в доме был телефон, только у них был телефон дома, и все соседи обращались по телефону, заходили, и никому не было никогда отказа, и никогда не закрывалась дверь перед ними. Она была очень сильная женщина, очень сильная женщина, не зная, там, нужно было и к какому-то министру пойти, кого-то защитить, кого-то освободить. Она могла зайти и сказать на чистейшем таджикском языке, что я, Фатима Куинова, я хочу с вами поговорить. Они перед ней сляпу снимали. Мне посчастливилось быть в этом доме снохой в течение сорока лет. Мы жили вместе. Никогда, никогда ни одного плохого слова я от нее не слышала. Мы никогда не ругались. Я была свидетелем, как она прожила со своей свекровью очень много-много лет. Я была свидетелем, как она целовала ее ручки с кончика пальца до сюда, называла свою свекровь Она Джон. Она жила с ней вместе, она ее любила, обожала, за все ее благодарила, потому что она часто уезжала на поездки, и ее свекровь оставалась вместо нее. с детьми она оставалась. Ее супруг Михаил прожил 97 лет и ушел из жизни в шаббат. «Как подобает святому человеку», говорила Фатима. «Он всегда бодрый и общительный, почитаемый в роду как человек добрейшей души и тонкий мудрый советчик, в последние два года жизни стал нуждаться в повседневном уходе». Михаил был старше Фатимы на 15 лет. Ей самой уже было 80, но она не допускала и мысли определить мужа в дом для престарелых. Она твердила, что благодарность за его любовь дают ей силы заботиться и ухаживать за ним. Моя тетя прежде всего является второй матерью. Это старшая сестра моей мамы. Она на пару лет старше моей мамы. Они вместе росли, они были очень дружны, настолько они любили друг друга, помогали друг другу. Так сложилась судьба, что моей маме было очень тяжело. Я была единственным ребенком, и моя тетя принимала большое участие в моем воспитании. Я росла у них в доме. Все мое детство прошло в доме моей Хулашечки. Это уникальный души добрейший человек, уникальный души, которая все время заботилась обо мне. Она никогда не знала разницу между своими детьми и мной. Настолько мне всегда было тепло, уютно и комфортно у них в доме. Они с дядьми Шей, Худор Ахмат Карабоши и ее мужа, они настолько были добрыми и порядочными людьми, которые только и думали, как сделать добро другим людям, как помочь кому-то, где-то советом помочь, где-то добрым словом помочь, где-то кому-то собрать какие-то деньги, например, новоприезжим людям. Это просто уникальные люди, такие люди, что и в моем сознании всегда вот это вот я никогда не забуду вот то добро и тепло, которое я всегда получала, когда моя мама меня приводила к ним домой. Я даже когда была у себя дома, я всегда думала, ой, скорее бы меня мама уже туда повела, чтобы мы были вместе с Беллочкой, что быть всегда у них в доме хотелось быть. Это вот настолько такие добрые и порядочные люди. Дай Бог худорахмат карбоша, нам будет не хватать моей хулашечки. Фатима была свободолюбивым человеком, не желала никого обременять, предпочитала жить в отдельной квартире и приходить в гости к детям. Все шабаты семья встречала вместе. Феноменальная память Фатимы не угасала. При звуках музыки, если не могла встать, то сидя, танцевала и пела свои любимые песни. Вокруг ее неизменно чистым родником журчала жизнь. Боль твою возьму, твердят уста, и на лбу морщина борозда. Мама, мама, твои руки пахнут хлебом и добром, в каждом слове, в каждом звуке я прошу лишь об одном. Я прошу тебя, родная, только береги себя, мама, как же внуки без тебя. Мама, мама, твои руки пахнут хлебом и добром, в каждом слове, в каждом звуке, я прошу лишь об одном. Я прошу у тебя, родная, только береги себя, мама, как же внуки без тебя. available. When you say the name Fatzima Kohinova, to me, even if you say it in English, it sounds like a superstar. And she was Fatzima Kohinova, superstar в СССР. Но для нас, родители, она была баба. Очень специалистичная, очень театричная. Когда я и мой брат пришла, она бы посередине нас и говорила, что я могу сделать? И мой брат, вместо того, мы не хотели, мы не едем, он бы сказал, что я хочу плов, 2-3 часа. Она бы сказала, «Джон». И я помню, всегда, сомневался, она бы улетела, она бы улетела, она бы улетела, и она бы улетела. Я не знаю, что она не знает, это позитивная энергия, она бы помогла всем, что она улетела, начиная со всеми семьям, и с родителями, и с родителями. Она бы спросила, она бы сказала, что она была невероятная, первое, и второе, она бы сказала, что она была известная и все остальное, и все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка на протяжении 97 лет жизни, эта незаурядная женщина покоряла умы и сердца искрометным талантом вокалистки, высоким сценическим артистизмом и неиссякаемым зажигательным жизнелюбием. в равной степени людей поражала ее непревзойденная гуманность, щедрость ее огромной благородной души, зрелая мудрость и беспредельное, бескорыстное человеколюбие. Людей, которым она помогала выходить из сложных, порой трагических ситуаций, поражала ее несгибаемая сила духа, высоко духовное, полное достоинство отношения к испытаниям судьбы. Для ее детей большая честь называть эту всеобщую любимицу мамой, гордиться ею и ее достижениями. Бару, Атан, Адонай, Иноино, Мене, Хаолам, Dayan, Хаимед, Аминь. Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порою такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, я умею не выдать обиды, даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди, порой говоря, вот счастливая, горя не знает. Я в ответ улыбнусь и скажу не тоя, разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если бы плакать совсем не умела? Или душу больную утешить подчас, если бы вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой и несчастья меня обходили? Мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила. не знаю, я я не знаю, не знаю, Субтитры создавал DimaTorzok